И снова здравствуйте! Это опять я, да, и опять буду вещать вам новости не совсем свежие, как обычно, уже с душком, но что делать? Такие вот у меня тухлые новости из Америки. Знаете, много интересного всякого происходит у нас, опять тут волна коронавируса, как вы знаете, она по всему миру, и в общем-то у нас тут тоже интересные истории происходят. Но пока не об этом, пока, если вы помните, у меня там была история с врачами, да, касаемая того, что мне выставили дополнительных 100 долларов практически ни за что. Так вот, ребята пропали, ребята перестали мне звонить, коллекторы перестали мне звонить, все перестали мне звонить после того, как я, как говорится, одним и другим обозначил свою диспозицию. И через какое-то время я уже думаю, ну надо же все-таки выяснить, чему перестали-то вообще, кому я что должен. Звоню в больничку, говорю, ребятки, там, что с моими 100 долларами, меня сразу уже узнали. Говорят, а, это вы, да, мы списали ваш долг. Как так, вообще списали? То есть даже не вести уже ничего не надо? Нет, ничего не надо, все, вы свободны, как говорится, на свободу с чистой совестью. Ну ладно, хорошо, договорились, через буквально пару дней мне звонит там еще кто-то, говорит, у нас нету вашего e-mail, не могли бы вы продиктовать. Я говорю, а что случилось? Говорит, ну хотим очень вам выписку прислать. Думаю, блин, опять что-то не то, ну уже, знаете, дергает так. Присылают выписку, смотрю, действительно, ноль, на балансе ноль. И думаю, где же это все? Читаю по выписке там, грубо говоря, там написано вот все, что я оплачивал 100 лет назад. Потом смотрю, 100 долларов дата начисления вот за этот, господи, манжет этот, который на колено надевается. Знаете, вот по датам видно, что это прошло там через 8 месяцев уже, по-моему, или даже через 9 после того, как я там был. Они начислили, вспомнили, что за этот манжет нужно бы начислить денежек. Вот, а потом смотрю, когда я начал разбираться, вот буквально неделю назад, там или, ну, чуть меньше, появилась строчка в этой же выписке, типа, скидка доктора, как-то так там было написано, знаете, то есть, типа, доктор своей властной рукой сказал, нафиг, все, отменяем эти 100 долларов, и теперь у меня ноль. Вот, так что, вот такие, вот такая вот интересная история, то есть, это я к чему? Это я к тому, что, ну, ребята, попробовали, ну, попробовали, не получилось. И так здесь все. В общем-то, ну, попробовал, но не получилось. Ну, значит, и заработали дополнительные 100 долларов. Вот, но попробовали. При этом обратите внимание, да, если бы, грубо говоря, я заплатил бы, или заплатил бы коллекторам, или им бы сразу заплатил с первого счета, ну, как бы эти деньги просто ушли в никуда, и ушли в никуда. Ну, как бы заплатил, вот и все. Вот, поэтому, ну, вот здесь нужно все время держать ухо вострое, здесь все время, ну, везде, везде, в любых абсолютно историях тебя пытаются немножечко, скажем так, раздеть чуть-чуть больше, чем ты бы того хотел. Ну, вот, а что еще интересного? А, кстати, я, по-моему, я говорил, может быть, не говорил. У меня была такая забавная история, тоже года три назад, наверное, дитё сходило в поликлинику, посмотрели там какие-то анализы сделать так же. Все должно быть оплачено страховой, и все оплатилось страховой, а потом где-то, наверное, через год мне приходит счет, мол, дружище, ты нам должен, по-моему, один доллар. Или что-то около того, знаете, ну, то есть это какая-то прям вот такая сумма была в районе доллара. Письмо прям прислали, что вот, и выписку так же опять, что вот ваша страховая заплатила, грубо говоря, 50 долларов, а мы выставили 51 там доллар. И вот доплатите 1 доллар, да? Вот. Ну, я как бы посмотрел на этот счет, понимая, что я в страховую уже обратиться не могу, потому что прошло больше, чем полгода. Это клейм можно оформлять в течение полугода, они выждали, да, вот на этот доллар. Конверт прислали, бумажку, ну, вы просто представьте, цена этого конверта и бумажки, марк стоит дороже, но прислали. Так они, более того, они мне потом прислали каждые 3 месяца в течение 2 лет. То есть, грубо говоря, они потратили на то, чтобы вот с меня забрать этот доллар, попытаться, они, наверное, потратили, не знаю, долларов 30. Вот. Ну, в итоге они перестали через 3 года мне прислать эту фигню, потому что, ну, я не плачу, а они в минусы ходят. Потому что хрен я буду платить, ну, как бы оснований-то нету, причем там была строчка, вот просто представьте, на этот доллар была строчка другое. Что, твою мать, другое на доллар вы там сделали? Непонятно. Вот, ну, это все лирика, да. Теперь переходим к нашим новостям, да, значит, у нас, да, что-то опять хворь вселенская вроде как опять подбирается. Этот дельта-вариант хвори как-то так прям неприятно подбирается. Вот, не знаю, как говорится, свечку не держал, не видел, не знаю, но говорят, что людей опять становится больше в больницах. Это все, конечно, очень неприятно. Вот, поэтому вдруг ни с того ни с сего наш CDC, это вот вирусологи, да, они вдруг сказали, что надо носить маски. Причем у нас по большому счету маски не отменяли, но это же CDC буквально там несколько месяцев назад заявило, что те, кто привился полностью, две прививки сделал, если нужно, да, или там одну, но в зависимости от того, кем прививаться. Значит, с ними все нормально, им носить маски не надо, они защищены. И вот как-то получается, что оказывается, что уже не защищены. А, причем была оговорка, что каждые полгода нужно прививку делать, ну, понятное дело, да, а то куда же вы все денетесь-то, вдруг сейчас делали и убежали. Нет, каждый полгода. Вот, и можете без маски ходить. Теперь говорят, не, ребята, не, мы тут подумали, посоветовали со старшими товарищами, надо носить маску теперь всегда. Встает резонный вопрос, а на кой хрен тогда нужна прививка, да, если что с прививкой, что без прививки, как бы разницы никакой, носить надо маску всегда. Ответа на это, к сожалению, нет никакого, да, абсолютно непонятно, что происходит. И я не противник прививок. Не, у меня есть все прививки. Ну, да, практически все, там был какой-то период, когда мне было нельзя делать прививки, потом что-то доделывали. Короче, я не противник прививок. Но сейчас вообще непонятная ситуация с этими прививками, потому что вроде бы они помогают, а вроде бы не помогают. Никто не может что-то сказать, как они помогают. Как выяснилось, буквально недавно читал статистику США, в общем-то, чтобы вам там не говорили с, скажем так, оппозиционных блогов, что, типа, Россия провалила прививки, да, а всякие цивилизованные страны, да, куда входит США, не провалили. На самом деле в США привилось, оказывается, меньше половины. Я-то думал, достаточно много привилось людей. Нет, меньше половины привилось США людей. Там что-то 40-43, что ли, процента. Ну, то есть, не сказать, что прямо что-то такое сверхъестественное. Вот, значит, что еще? По-моему, в Израиле какую-то там статистику выкатили, что Pfizer, по-моему, эта прививка имеет там около 50-60 процентов, как говорится, шансов у вас не заразиться. Ну, то есть, это не 100-процентная гарантия, далеко не 100-процентная гарантия. Короче, какая-то непонятная совершенно история происходит, да, с этими прививками. То помогают, то не помогают, то тут выясняется, что там новые мутации, от которых, опять-таки, помогает, не помогает. Ни черта не понятно. Естественно, люди все меньше и меньше хотят прививаться, потому что не понимают, что происходит. Может быть, это плохо. Может, хорошо, никто не знает. И никто в последствии не может вам никаких, как говорится, предсказать. Вот. Поэтому, да, движение против этих прививок растет. Я не знаю, в курсе вы, не в курсе, но там во Франции какие-то, в Австралии начались митинги, потому что опять хотят локдаун сделать. Естественно, люди охренели от этого всего, я прекрасно понимаю, потому что и так, как говорится, уже жрать нечего. Государство печатает деньги со всех сторон, наливают нам этих денег. Ну, да, я понимаю, вам в России не наливают денег. Здесь, в США, наливают денег. Но легче от этого, честно, не становится, потому что наливают там, как, ну, прислали там сейчас 300 долларов на ребенка. О, блин, ну, это, конечно, здорово, что прислали 300 долларов на ребенка. Но только у меня в магазине ценник вырос уже на 10%. Я не, опять-таки, не надо говорить, а вот у нас сильнее там. Я прекрасно понимаю, что всем хреново. Я к тому, что эти меры, ну, они, конечно, чуть-чуть работают, но, ребята, 300 долларов здесь и 300 долларов у вас, это как бы разные 300 долларов совершенно. Покупательская способность совсем другая. Вот. Поэтому, как по мне, лучше бы не давали. Ну, честно, лучше бы не давали, потому что разгоняет инфляцию настолько сильно, что, блин, все, что ты там когда-то скопил себе на пенсию, превращается уже в какой-то там трэш. Вот. Ну, да, отклонился от темы. Значит, помимо того, что вот такая история сейчас, да, происходит со всеми этими прививками и непонятно, что, чего, как говорится, людям ждать, периодически выходят всякие новости, типа, вот, прививка Pfizer, там, вызывает в редких случаях умственные отклонения. Да, вы понимаете, такое вот умственное отклонение вызывает. В восьми случаях из тысячи. Ну, казалось бы, немного, но, черт побери, но не добавляет популярности прививка, да, вот этому вот, как бы, в принципе вот эта компания по прививкам не добавляет популярности, ну, никак. Вот, поэтому вот такие у нас метания. Сейчас в некоторых штатах уже опять вводят обязательное ношение масок, несмотря на то, что отменили там в Аризоне, сложно все происходит, вот, поэтому получается такая неприятная у нас история. Вроде как мы опять все одеваемся в маске. Ну, в Техасе пока нет, но черт его знает, чем это обернется. И опять получается, что мы на пороге очередной катастрофы, очередного локдауна. И я думаю, что если этот локдаун случится, то мы увидим, ну, мягко скажем, очень хреновые экономические показатели, которые ударят по всем так больно. Мы еще от этих, от коронавируса не отошли от этого локдауна, да. И если у нас будет новый локдаун, то, ну, вы, я думаю, сами понимаете, что мы положим последние зубы на полку. Вот, так что следим за ситуацией, следим, как говорится, кушаем попкорн и надеемся, что нас эта гадость обойдет. Вот, на сегодня это все. Не буду больше вас задерживать. Всем удачи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok